Продолжу «Наказательство Леммы-2», и на самом деле я начну сначала покороче, потому что в прошлый раз в конце я там допустил некоторые неточности или ошибки, как хотите. Значит, Лемма-2. Рассмотрим полином КФТ и ПН с коэффициентами Ай. Значит, эти коэффициенты, я предполагаю, что они лежат в кольце целых парадических чисел Z, P, T. Кроме того, он в степени n, значит, а n не равно нулю. И, кроме того, я предполагаю, что эти все коэффициенты взаимно просты. Что в данном случае просто означает, что они не все делятся на P, потому что в Z, P только одно простое число. И, кроме того, и предположим, что этот полином не приводим, но в кольце полиномов в кольце полиномов Q, P, T, то есть в поле частных. Впрочем, это не совсем то же самое, что неприводимость в кольце полиномов с коэффициентами Z, P, T. Но в данном случае, поскольку эти коэффициенты а0 и а n взаимно просты, то это, в общем, все равно. Тогда утверждается, что уже коэффициенты а0 и а n взаимно просты. То есть они оба не могут делиться на P. Доказательства. Я прошлый раз сказал, в общем, сделал ошибку, я сказал, что я буду доказывать это индукции по n. Это не так. n я зафиксирую. А вот да, и здесь я должен еще здесь написать что n может быть нулём. n это тогда будет константа, потому что мне понадобится это. Значит, я постоянные коэффициенты полиномы тоже рассматриваю. Так вот, это утверждение очевидно при n равном нулю и n равном единице, потому что, ну, а 0 и а n равно, они взаимно просты, и это утверждается. Так что можно предполагать, не нарушая общности. Не нарушая общности. Не нарушая общности. что n больше единицы. И доказывать я буду это противного. то есть, значит, доказательства противного. Предположим, что это не так, что соотношение а 0 и n равно единице не выполняется. Это означает в наших обозначениях, что оба коэффициента первый и последний делятся на p. то есть, в наших обозначениях, значит, норма 0, p меньше единицы и норма n, p тоже меньше единицы. Я должен привести это к противоречию. поскольку а 0 и а n делятся на p, ну, я это напишу, то я могу представить этот поленом следующим образом. Я могу выделить я могу выделить поленом все коэффициенты, делящиеся на p. Это будет p помножить, ну, на какой-то поленом w 0, t. и поскольку старший, поскольку свободный член по предположению делится на p, то восставшийся поленом будет делиться на t с какой-то степенью l. Я вынесу максимальную степень l и напишу здесь g 0, от t. тогда и поскольку старший, n делится на p, то значит степень w 0 g на n а степень g 0, от t, ну, она меньше, не больше, чем n минус 1 и значит она меньше и l я должен отнять, так что степень g 0 меньше, чем n минус 1. и более того, коэффициенты g 0 не делятся на p. Ну, я просто напишу, ну, я напишу так, g 0 несравнимо с 0 по модулю p. и сомнение я буду писать как равенство. Не равно 0 по модулю p. И вот теперь начинается, значит, индуктивное построение, но не по степени полинома, а вот я строю индуктивно некую последовательность полиномов, как я начал в прошлый раз сделать. Значит, построим три последовательности полиномов. Продолжение следует... Ф ню от Т, Г ню от Т и В ню от Т. Они в последовательности бесконечны, и индекс пробегает всевозможные натуральные числа. Причем полиномы я хочу с коэффициентами из зепты. И удовлетворяющих следующим условием. Я напишу и таких, что выполнены следующие условия. Итак, Ф ню умножить на Г ню, я букву Т буду опускать, равняется Ф плюс П в степени ню плюс 1, В ню. Дальше степень Ф ню равняется L. И Ф ню сравнимо с Ф ню минус 1 по модулю П в степени ню. Значит, Ф ню сравнимо с Ф ню минус 1 по модулю П в степени ню. И то же самое выполняется для полиномов Геню. Чтобы понимать, что я делаю, нужно иметь в виду, что сравнимость по модулю по высокой степени П означает близость этих полиномов в нашей норме. Это значит, что эта последовательность, так сказать, сходится в себе. Когда я ее построю, я смогу перейти к пределу по ню, иначе мы как в бесконечности. В этом смысл того, что я делаю. Так, и какое еще свойство? Значит, степень Геню меньше либо равна Н минус Л, а степень В ню не превосходит Н. Значит, постояние, ну, нужно вот начать с ню равном единице. Значит, я сделаю следующее. Положим, положим Ф ноля Т равном Т в степени А. И тогда Геню у нас уже было. И заметим, что Геню я вынес, вынес Т за скобки, так что Геню на Т не делится. Так что я могу написать, что Геню и на П Геню тоже не делится. Так что Геню и Ф ноль вот в этом кольце З, П, а Т, они взаимопросты. Ну, и поэтому я могу, я могу, как всегда, любой полином в этом кольце представить, как линейную комбинацию этих взаимопростых чисел. Ну, это обычная история. Значит, если два числа взаимопростых в Z, то мы можем тогда представить любое число как линейную комбинацию этих чисел. Ну, и это верно для любого кольца с однозначным разложением на множители. Так что, в частности, для этого кольца. Я на этом не буду останавливаться. Тогда существуют, я напишу, такие полиномы у ню и в ню с коэффициентами в Z, П, а Т. Для которых W, ню минус один, значит, сейчас я это напишу, потом объясню. есть у ню G0 плюс В ню F0 Причем я могу предположить, что степень у ню не превосходит L минус один. Значит, я сейчас объясню, что я строю эту последовательность индуктивно. Я выбираю какое-то ню натуральное число, значит, оно не меньше единицы. В частности, можно взять ню равным единице. И предполагаю, что у меня полиномы с индексом ню минус один уже построены. И я хочу построить тогда полиномы F ню и G ню F ню, G ню и W ню ну вот для этого следующего ню. И начинаю я построение с того, что я представляю W ню минус один вот в таком виде и по предположению степень W для любого ню степень W ню минус один я написал меньше n это ошибка. То есть, это, конечно, верно, но этого недостаточно. Оно должно быть степень не больше, чем n минус l. Значит, теперь я могу предположить степень у ню не превосходит степени F ноль меньше степени F ноль потому что я могу у ню разделить с остатком на F ноль F ноль это просто T в степени l и перенести это в слагаемое второе если это не так. Поэтому я могу предположить что степень у ню не больше, чем l минус один и тогда поскольку степень W ню минус один не превосходит мне ответить правильно было извините я поскольку степень W не превосходит n то степень W ню F ноль не превосходит максимум этих двух степеней l конечно меньше чем n и поэтому отсюда будет вытекать что степень W ню F ноль не превосходит максимума этих степеней не превосходит n вот на этом я остановился неделю назад и теперь я продолжаю дальше теперь я должен написать какие я я выбираю F ню и геню тогда я полагаю лучше написать полагаю F ню равным F ню минус 1 плюс P ню У ню и G ню аналогично G ню минус 1 плюс P ню В ню тогда ну в общем по-видимому я не буду переписывать это упражнение тогда легко видеть тогда как легко видеть последовательность последовательность вот это у ню В ню Г ню и W ню как легко видеть вот я хочу обозначить эти условия 1 последовательность ну три последовательности или одна последовательность как хотите последовательность F ню G ню W ню удовлетворяет удовлетворяет условию 1 ну и на этом практически заканчивается наше доказательство действительно теперь когда мы такие три последовательности построили то из того что эти сравнения G ню равно G ню минус 1 выполняется и F ню равно F ню минус 1 и полиномы степени этих полиномов ограничена G ню и F ню отсюда следует что можно перейти к пределу мы это что последовательность F ню и G ню сходится по норме по нашей поэтической норме и мы можем и мы можем взять предел это значит положим F t это предел в нашем кольце F nt предел я имею ввиду по коэффициентам и Psi t пусть будет пределом последовательности геню от тогда из вот этого первого равенства будет вытекать то произведение F и Psi F умножить на Psi от t будет равняться F от t потому что вот этот свободный член потому что это второе слагаемое будет стремиться к нулю когда ню стремится к бесконечности P норма P есть единица на P ну и в общем она будет стремиться к нулю это во-первых кроме того степень F сейчас пожалуй лучше это здесь все-таки писать кроме того степень F будет равняться L потому что степень F ню равняется L ну значит степень F будет равняться L ну а степень Psi она будет во всяком случае больше единицы важно что степень Psi да и кроме того отсюда будет следовать L меньше единицы так что так что эта степень не превосходит единицы по крайней мере больше единицы и не превосходит N-1 так ну а это мы получили противоречие мы получили что полином F от T разлагается на два множителя степень первого не меньше единицы и не больше N-1 так что оба множителя нетривиальные противоречия противоречия потому что мы предположили что это полином неприводим а получилось что он разложился на два множителя а почему это противоречие возникло ну потому что мы предположили что вот это условие A0 и AN взаимно просто не выполнено ну значит от противного мы тем самым доказали эту лему я прошлый раз допустил еще одну неточность я сравнил это утверждение с известным критерием Изенштейна на самом деле это так сказать критерий Изенштейна это немножко другое утверждение они похожи но так сказать разные здесь я из неприводимости вывожу взаимно простоту коэффициентов а критерий Изенштейна для полиномов с целыми коэффициентами кстати этот критерий я в школе мы изучали я не помню по-моему даже не в кружке а просто на занятиях но я его сформулирую и скажу несколько слов Изенштейн это один из классиков 19 века такой знаменитый немецкий математик и он очень гордился что он доказал он прожил всего лишь 29 лет вот он очень гордился что он доказал эту теорему хотя она выглядит просто как элементарное упражнение я и оставлю ее вам в качестве упражнения но вы можете ее повсюду доказать что прочитать но Рак классик считал что это ну это так сказать математика началась не в 19 веке и до этого никто этого не замечал так что по-видимому это хорошая теорема и я ее сформулирую вам то есть я дам ее вам в качестве упражнения это упражнение я думаю можно сделать самим значит это упражнение 64 это называется критерий неприводимости Эйзенштейна это это Фердинанд Готхольд Макс Эйзенштейн между прочим это я думаю не все знают я вам на всякий случай это скажу дело в том что в Западной Европе во всяком случае во Франции и в Германии и в Великобритании тоже значит люди особенно из аристократических семей у них несколько имен вот поэтому когда вот пишут такое сокращение М.Г.М. Айзенштейн то это ну вот у него несколько имен а у нас у нас когда пишут сокращение там скажем Безе как у меня то первое это имя человека а второе это его отчество то есть имя его отца с этим связаны некоторые недоразумения вот так что вот если вы с этим столкнетесь то вы объясните это значит это критерий состоит в следующем рассмотрим просто полином с целыми рациональными коэффициентами ну напишем эти коэффициенты f от t равняется сумме а и t t в степени и t i i от 0 до n и предположим что все коэффициенты а и t делятся на p кроме последнего и кроме того предположим что последний коэффициент не делится на p ну то есть последний старший коэффициент не делится на p а младший коэффициент а 0 ну он по условию делится на p но он не делится на p квадрат тогда полином f от t не приводим ну в кольце полиномов с эмоциональными коэффициентами и я могу сказать что он неприводим в z от t у вас полином с альциональными коэффициентами его нельзя разложить на два множителя полином с целыми коэффициентами я утверждаю что его нельзя разложить на два множителя с альциональными коэффициентами вместе с Эйзенштейном я это утверждаю но более того по Леми Гаусса также его нельзя разложить на два множителя с целыми коэффициентами ну при условии что при условии что эти все коэффициенты а 0 при условии что полином он примитивный что его все коэффициенты взаимно просты в совокупности потому что если нет то в z от t можно вынести этот коэффициент будет некое разложение но это упражнение этот критерий Эйзенштейна доказывается от противного ну вот примерно в этом сходство с тем что я с доказательством Леммы 2 а именно дело в том что здесь просто это Лемма 2 другая она техническая и не такая красивая как этот критерий неприводимости здесь вы точно так же это упражнение делаете вы предполагаете что он не приводим что он приводим ну разлагаете его на два многоцеля собираете коэффициенты и убеждаетесь что такое не может случиться такое условие что значит старший коэффициент делится на p а значит что старший коэффициент не делится на p свободный член не делится на p квадрат а все остальные коэффициенты делятся на p когда вы приведете подобные члены то этого не получится значит но это самый Эйзенштейн вы его имя можете встретить во многих областях математики он конечно как все люди в те годы был под сильным влиянием Гаусса и Гаусс его очень ценил он умер вот видите в 29 лет по моему от туберкулеза я не знаю в общем это элита немецкого общества там в те годы как и сейчас профессора математики в Германии это элита общества и так сказать любой олигарх почтет за честь говорить с профессором математики и ему помочь если тот материальный если профессор в этом нуждается но они обычно не нуждаются в этом так сказать я в шутку говорил что у среднего профессора в России скажем в Петербурге или в Москве есть дача в ответности Москвы или Петербурга а у среднего профессора ну скажем в Германии есть где-нибудь дача на итальянской ревьере если он этого хочет но это другая тема так теперь я эту лему 2 доказал чтобы ею воспользоваться для доказательства очень важного утверждения а именно давайте вот я хочу значит поле Q здесь есть разница значит поле Q P поле Q P поэдических чисел есть пополнение поле Q по поэдической норме а поле вещественных чисел есть конечно пополнение поле рациональных чисел по обычной норме по абсолютной величине и то и другое поле не являются алгебраически замкнутыми но разница в том что если я захочу построить алгебраическое замыкание поле R то как все знают еще со школьной скамьи может быть в других терминах то у меня просто я должен перейти от вещественных чисел к комплексным числам то есть алгебраическое замыкание R равняется C ну и это алгебраическое расширение степени 2 правда A плюс BI вот а алгебраическое замыкание поля купе оно бесконечной степени это расширение бесконечной степени ну нас логики Георг Кантер и позднее научили что бесконечности они бывают разные и поэтому когда я говорю что что-то бесконечное в данном случае это конечно степень счетная то эта степень просто не принадлежит M вот это значит что она бесконечная но да и на самом деле нет алгебраическое замыкание конечно оно степень ну в некоторых его можно значит порождается счетным числом элементов хотя само КУПЕ если я возьму степень КУПЕ НАТКУ то я позволю себе сказать что эта степень это КУПЕ содержит несчетное множество элементов так что его эта степень равняется степени равняется мощности R вот а эта степень я точнее напишу она равняется счетная она равняется мощности N вот так что вот такая ситуация это надо иметь ввиду я даже это ну я вам оставляю в качестве упражнения но я думаю что вы должны это понимать вот за исключением вот то что второе утверждение это вытекает из постояня а первое утверждение ну мы сейчас на самом деле его докажем не сразу это не очень очевидно что это расширение является бесконечным вот то что оно не может быть большей мощности чем N это сейчас подождите а верно ли то что я говорю я хочу сказать что не может быть все алгебраические числа сейчас подождите я что-то в этом засомневался давайте я напишу что это все-таки не равно сейчас почему не может быть значит я подумаю в следующий раз вам скажу значит дело в том что число полиномов с коэффициентами в купе оно и континуум потому что купе имеет мощность континуума и почему достаточно присоединить счетное число элементов это нужно доказателя опровергнуть так что это не очень ясно сейчас здесь я имел ввиду вот это вот равенство так ну вот после этого отступления я значит сейчас введу новое обозначение и докажу лему 3 новое обозначение я хочу ввести значит алгебраическое замыкание это мы с самого начала это теория Маштейнца любое поле имеет единственное с точностью доизоморфизма алгебраическое замыкание так что в частности поле купе а я хочу сделать купе нормированным нормированным полем и поэтому я значит по определению альфа п при альфа из купе будет будет следующее значит альфа из купе из алгебраического замыкания значит альфа алгебраическое число значит давайте я по-другому это сразу сделаю я напишу что альфа алгебраическое число над купе пусть альфа из купе из алгебраического замыкания тогда степень купе от альфа это конечное купе от альфа над купе это конечное расширение и мы можем положить альфа п по определению это просто обозначение взять норму из купе от альфа в купе но это число которое лежит в поле поэтических чисел значит у него есть поэтическая норма но ее нужно возвести в степень единицы на ню альфа где ню альфа это степень расширения купе от альфа над купе это просто обозначение теперь я буду доказывать лему 2 лему 3 значит лемма 3 состоит в том что алгебраистское замыкание купе вот с этой нормой ну вот которую я определил это есть неархимидово нормированное поле ну чтобы это доказать я должен доказать что норма альфа п которую я определил она является что это выражение альфа п которое я определил она является нормой неархимедовой но то что если она норма то она неархимедова это ясно потому что когда я ее ограничу на купе получится обычная норма вот неархимедово но то что она норма это не совсем очевидно и это вот следует для но это следует и тема 2 неархимедово ну и 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 Итак, лемма 3. Значит, вот эта пара Ку-П замыкания с нормой П есть неархиведово нормированное поле. Больше того я могу утверждать, есть полная неархиведово нормированная поле. Неархиведово нормированная. Неархиведово нормированная поле. Ой, извините, это просто неверно. Почему-то я в том-то и дело, что замыкание поля Ку-П не является полным полем. В отличие от С, от замыкания С, вот здесь, которое я писал. С является расширением, поле комплексных чисел является конечным расширением, а именно расширением степени 2 поля вещественных чисел. Поле вещественных чисел полное, и потому поле комплексных чисел тоже является полным. Но, как вы знаете, если вы возьмете фундаментальную последовательность комплексных чисел, то она будет сходиться. А вот это поле не является полным. Так, есть неархиведово, я думал, нормированное поле. А вот если я возьму под полял гибраитского замыкания, то как вы, наверное, сегодня я это уже не успею рассказать, а может быть, еще и успею. У меня еще полчаса, а может быть, и успею. Вот если мы будем брать конечные расширения поля УП, вот в этом самом алгебраитском замыкании, то они будут полными полями. Для того, чтобы это делать, нужно сначала доказать, что это поле есть неархиведово, нормированное поле. Доказательство. Доказательство несложное, но утверждение важное, и я не хочу вам оставлять его в кости упражнения. Значит, возьмем какое-нибудь число, отличное от нуля, в поле КУПЕ, в поле мыкания, КУПЕ со звездочкой. И пусть ФТ, ну, какой-либо минимальный полином элемента гамма на поле КУПЕ, то есть, я пусть, значит, я могу ФТ по полином с коэффициентами из ЗТП. Кроме того, я потребую, чтобы гамма была корнем этого полинома. Пусть этот полином ФТ не приводим в КУПЕ, и я могу его нормировать я его не могу, потому что я, значит, почему такой полином найдется? Ну, раз гамма-алгебраическое число, то оно является корнем какого-то полинома с коэффициентами из КУПЕТ, но, значит, я могу там множить на общий знаменатель этих коэффициентов, и тогда у меня получится полином в ЗТП от Т, а потом сократить на общий множитель, и тогда, значит, можно потребовать, значит, напишем, что ФТ равняется сумме АЙОД Т в степени ЙОД, ЙОД от нуля до Н, и можно потребовать Н, это какое-то натуральное число, и я могу потребовать, чтобы все эти коэффициенты были взаимно просты, потому что, если я вынесу общий множитель и разделю на этот общий множитель, то равенство ФТ гамма равно нулю сохранится, и, кроме того, действительно, пусть АН не равно нулю, чтобы это был полином в степени Н, так что раз Альфа есть корень неприводимого полинома в степени Н, то, значит, он порождает расширение в степени Н, так что ню от Альфа, которое там в значениях встречается, равно Н. Так, теперь в силу вот этой самой Леммы, в силу Леммы 2, у нас будут первые, не может быть первые и последние коэффициенты, оба не могут делиться на П, так что мы напишем, что А0 и АН взаимно простые. Дальше, честно говоря, я не знаю, кто это придумал, но это по-видимому восходит к классикам Гензелю или Костровскому цепь, здесь некое остроумное такое замечание вот нужно. А, впрочем, нет, если подумать, то это можно сделать. Введем такой полином Гетт, который есть просто F от Т минус 1 и напишем, что Гетт имеет коэффициенты В и Ёд Ёд от 0 до Н В и Ёд в степени Т Ёд Ну и ясно следующее, что старший коэффициент у них одинаков В и Ёд равно АН Я это равенство подчеркну, потому что мы его будем использовать многократно. Потом В от 0 В 0 равно Е от 0 и значит это просто будет F от минус 1 и это сумма знакопеременная минус 1 в степени Ёд АЁд Ёд от 0 до Н Ну и конечно все Б и Ёд принадлежат Zp так что ну потому что я просто ну перепишу этот коэффициент поставлю здесь Т минус 1 но коэффициент достанется Zp Zp это кольцо и кроме того значит E от T это полиномский в центре Zp Теперь я буду доказывать что я хочу доказать что норма что вот это выражение Альфа P что это норма значит нужно доказать неравенство треугольника и кроме того нужно доказать что это мультипликативное сильное неравенство треугольника поскольку это не Архимедово нормированное поле я хочу доказать что он не Архимедово нормированное поле но давайте доказывать так значит заметим Я просто буду ставить запятую, или точку запятую Потому что, значит, норма Ку-П Гамма Ку-П Она будет, ну, последняя, старшая коэффициент, равна свободному коэффициенту Она будет иметь вид минус единица на n в степени b0 разделить на bm bn у меня не 0, оно равно an А норма Это, извините, норма, я хотел написать здесь, гамма Будет равняться а0 делить на an А норма единица плюс гамма Ну, единица плюс гамма тоже лежит в поле Ку-П и гамма Единица плюс гамма Эта вещь равняется точно так же, аналогично, я бы сказал, минус 1 в степени n b0 делить на bn Ну, где bn равняется an, но я так уж напишу Так Теперь, значит, я отсюда следует По определению этой самой нормы Что Я хочу доказать неравенство, что норма единица плюс гамма Не превосходит максимума нормы единицы и нормы гамма Вот той, которую я определяю Поэтому я их вычисляю Отсюда следует, что Значит, вот эта гамма p По определению Это равняется А0 p делить на n p В степени 1n А норма Единица плюс гамма p Ну, такое же выражение Где я должен поставить b0 и bn В степени 1n Теперь В силу В силу мы имеем Что А0 и Аn Взаимно просты И b0 и bn взаимно просты В силу леммы 2 Ну, значит, нужно рассматривать Мне достаточно первого Я сейчас пока не буду заниматься Мне достаточно первого Значит, из того, что А0 и Аn Цельно просты Они целые Целые поэдические числа Ну, и, значит, их норма не превосходит единицы Но норма одного из этих элементов Должна быть равна единице Иначе они оба будут делиться на p Ну, значит, нужно рассмотреть два случая Когда норма А0 равна единице И норма Аn равна единице Так вот, если Норма Аnp равна единице То отсюда будет следовать Что норма гамма п Будет равняться норме А0p В степени 1n А норма единицы плюс гамма п Будет равняться Бн – это то самое, что Аn Так что это будет равняться норме Б0p То есть я говорю норме Но на самом деле вот этому выражению И это Есть, мы написали, что такое Б0 Б0 – это знакопеременная сумма И в силу неравенства Сильного неравенства треугольника Это не превосходит максимума Ну, слагаемых Максимума по й От нуля до н Вот слагаемых Айп Ну, это максимум в данном случае Просто равен единице Поскольку Аnp равно единице Равно единице Ну и отсюда, в частности, вытекает Что Значит Что это Выражение единица плюс гамма п Не превосходит Ну, я напишу Максимума Единицы И нормы Гамма п Потому что Норма гамма п Не превосходит единицы Теперь рассмотрим второй случай Когда Норма А0 Равняется Единице Равняется Теперь рассмотрим Равняется И Снеги В Р Built Duch Tennessee Максимумe Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok По определению, которое мы вот там обозначениях у нас Дальше B0 Это есть вот эта знакопеременная сумма Так что это будет максимум Здесь я в степени 1n можно писать Но это все равно не равно 1 Значит, здесь будет максимум j от единицы до n Айот P в степени 1n Помножить на ANP в степени минус 1n Первый сомножитель не превосходит 1n Так что это не превосходит АНП в степени минус 1n Опять, я воспользовался тем, что AN равняется BN Я напишу здесь BN Но это то же самое слое А норма гамма P Ну, тут равняется просто ANP в степени минус n А0 я должен здесь писать Сейчас, подождите ANP в степени минус 1n И про AN я ничего не утверждаю Я только знаю, что А0P равно 1 Поэтому я здесь А0P убрал А это будет больше либо равно 1 Во всяком случае Потому что AN это целое число АНП, норма АНП Не превосходит 1 Я поделил, минус 1n Так что это больше либо равно 1 Ну и поэтому получается, что 1 плюс гамма P Опять Не превосходит Максимума Единицы И гамма P То есть в обоих случаях Мы получили Мы получили Вот тот самый результат Я могу теперь убрать GMO2 И продолжить доказательства здесь Гамма П Гамма П Гамма П Так Продолжим здесь Доказательства Мы уже доказали Таким образом Для любого гамма И скупая со звездочкой Имеет место Сильной минеральностью Теугольника А именно Вот это выражение 1 плюс гамма P Не превосходит Максимума Единицы И гамма P Я хочу доказать Аналогичное неравенство Для любых альфа и бета Так Значит Пусть Теперь какие-нибудь Альфа и бета 2 альфа и бета Предлежат Алгебраическому Замыканию Купы То есть Это алгебраические Периодические Алгебраические числа Если один Если Один из этих элементов Равен нулю То есть Если ноль Прилежит НО Считающим Бет Бета То Неравенство Альфа плюс бета P P Не превосходит Максимума Альфа П Бета П Просто очевидно Так что я могу предположить Что эти оба элемента Не равны Нулю Насчет пульс оба не равны нулю, то есть альфа-б и бета в мультипликативной группе поля купе с звездочкой, замыкание и рассмотрим поле К, порожденное этими двумя элементами. Оба они алгебраические, так что это поле конечной степени. И обозначим через n степень этого поля. На откупая степень этого алгебраического расширения. Тогда для любого гамма из К мы имеем по определению следующее. Норма из К Норма гамма в степени единицы на n равняет следующему выражению. Норма она транзитивна. Я могу взять норму сначала из К в К в К гамма а потом из К гамма в К гамма и Гамма значит я ну вот так есть такое хорошее правило, которому я научился у одного из наших преподавателей в Ленинграде что со звонком нужно останавливаться, как бы не хотелось продолжать. Поэтому я здесь остановлюсь и продолжу с этого места в следующий раз. До следующего четверга. Здесь никого нет в чате, вот, а я был бы очень рад. Здесь огромная аудитория, и, насколько мне известно, можно просто приходить и слушать эти лекции. Мне, конечно, было бы приятнее это читать, имея перед глазами слушателей. Всего доброго, до свидания.